Это интервью с Катей Огонёк Мы записываем в студию ночной такси За несколько часов до того концепта Который вы смотрите на этом DVD-диске Я тебе очень благодарен За то, что ты приехала в нашу студию Я скажу для нашей публики о том, что Вот так сложилось абсолютно случайно Что как раз сейчас В феврале 2006 года Когда мы снимаем фильм для этого диска Ровно 7 лет Как я познакомился с тобой лично Хотя с песнями ты познакомился за полтора года До февраля 1999 года И именно тогда, в феврале 1999 Ты приехала сюда И мы тоже снимали тебя на профессиональное видео Снимали для нашей телевизионной программы Формулу шансона Это было самое первое очное появление Кати Огонёк в Санкт-Петербурге И так сложилось, что прошло ровно 7 лет И мы с тобой работаем вновь И работаем вновь с телевизионной камерой Но сейчас мы представляем Твою новую программу Твой новый альбом Который называется Твоим именем Катя Альбом, который был выпущен Осенью прошлого 2005 года Он очень понравился нашей публике Мы специально сегодня Только что буквально до этой съёмки Снимали видеосюжет Для отдельного бонуса Для этого альбома Именно на саму заглавную песню Кати Поэтому сегодня, конечно, хотелось бы Чтобы ты сказала в первую очередь О своих новых работах Поскольку я знаю, что наша аудитория Более чем хорошо знает и любит тебя И прошло много лет, как появились твои песни И прошло очень много лет Как наша радиостанция, радиошансон Показывает твои песни по всей России Как писался альбом Катя И в первую очередь Каким образом был осуществлен подбор материала Для этого альбома? Ты знаешь, я считаю, что для меня он писался Очень достаточно долго Потому что обычно это быстрее все происходит Потому что тщательно подбирались песни Тщательно всё это слушалось, выбирали Потому что большинство песен, текстов Владимира Цыганова Он показывал какие-то другие тексты Мы всё время выбирали Что-то мне не нравилось, что-то нравилось Музыка Владимира Чернякова Вовки Сразу это быстро всё получалось Буквально там у него прям слетала всё это Музыка прям лилась рекой Но главное, конечно, я больше всего переживала за стихи Потому что ты же понимаешь, наш жанр, да Это очень важный текст Но слава богу, Владимира Цыганов очень талантливый человек Очень такие у него всё-таки песни получились Мне кажется, что уже даже какой-то другой уровень Знаешь, вот Катя Огонёк Всё-таки Как правильно вырастут, может, более серьёзные что-ли Какие-то такие Более какие-то вот уже Ну не знаю Ну немножко всё-таки для меня по-другому как-то Я слушаю уже старые песни, да, предыдущие И вот этот альбом Вот как-то отличается Я точно не могу понять, чем, но чем это отличается И я считаю, что то, что сейчас такой опытный поэт Который, к тому же, очень много лет пишет Для женщины, для своей супруги, для Виктории, да Решил предоставить тебе свои песенные тексты, свои стихи Это для тебя очень большое дело Потому что ты правильно сказала, что без хороших стихов Шансон по-русски исполнять невозможно Это песня сюжета, это песня разговора, это песня общения певицы с своей аудиторией через стихи Ты сама не бардесса, не поэтесса Ты сама стихи не пишешь И поэтому ты можешь их очень интересно и очень тепло по-актерски Именно с твоим определённым чувством самовыражения в песне представлять для людей Поэтому такой опытный поэт-песенник, как и Вадим Цыганов, я считаю, это колоссальная находка для тебя Я тоже так думаю, это действительно очень талантливый человек И, не знаю, я как-то даже влюбился в эти тексты Скажи мне, а как получилось ваше знакомство? Ведь обычно Владимир Черняков всегда выбирал для каждой из альбомных программ стихи специально разных поэтов А в этом альбоме, в альбоме Катя, здесь больше половины стихов от стихи Цыганова Как сложилось, что вдруг Вадим Цыганов стал писать для Кати Рябин? Да знаешь, ну, мы, во-первых, с Викой очень часто сталкиваемся на концертах, на гастролях Вот, давно уже знаем, мы все, кстати, друг с другом как бы общаемся там, да Раньше было такое, я спрашивала пару раз, Вадим, говорю, может там песенки что-то для меня хорошее что-то есть Мы посмотрим, посмотрим, как-то не созревал Он то ли был занят очень, но всё-таки человек занятой действительно И тем не менее, всё-таки пришло время, когда он сам подошёл к Владимиру Чернякову и предложил Говорит, Вова, давай я сделаю Кате Агонюк альбом Вот, я буду, ну, как продюсер считается этого альбома И большинство песен, в основном все его стихи, на его стихи Вот, мы послушали, мне понравилось Вот, и решили, что всё-таки это надо сделать Всяк, в случае попробовать никогда не поздно, да И никому от этого хуже не станет, только лучше Вот, и вот одна за одной песней как-то так вот нарастала, нарастала Я понимала, что альбом должен быть очень хорошим Скажи мне, а в следующих альбомах ты планируешь это творческое сотрудничество с Вадимом Цыгановым продолжить? Или это был всё-таки вот эксперимент разовый для этой песни? Нет, я думаю, что если он сам не будет против писать мне песни, почему бы и нет? У него очень хорошо это получается Вот, но это не обязательно, что это будет опять же весь его альбом То есть, может быть, какие-то песни, а в остальном других авторов Всегда интересует, как ты проводишь подбор материала Ну вот, с первыми альбомами, которые я писал целиком по стихам и по музыке, Слава Каменкову было понятно всё Это изначально было то, что он приготовил и, как говорится, карта так легла, что получилось Очень здорово, и люди по сей день это слушают, я уверен, много лет будут слушать Вот с иными альбомами, которые уже после работы с Каменковым Ты принимаешь большое участие в выборе произведений? Или доверяешь всё-таки выбор стихов, которым потом пишет музыку, Володе Чернякову ему? Володе Чернякову я доверяю полностью музыке В стихах тоже Он, в принципе, уже знает мой вкус, мой характер, знает уже моё исполнение Но, тем не менее, всё равно То есть, он всегда звонит мне и говорит Катя, присылаю тебе сейчас стихи, читай, смотри, выбирай Я бессонными ночами вот сижу, смотрю, читаю всё это, выбираю, слушаю Там, сидит, ну, на кассетах вдруг песня И уже вове звоню, вот такая-такая-такая-такая-то песня То есть, всё-таки, последнее слово остаётся за тобой? Да Скажи мне, а что в выборе стихов для своего исполнения для тебя основополагающие? Ну, во-первых, смысл Вот, я не люблю, когда... Есть очень много, не обязательно, что это попса Я говорю, в шансоне тоже очень много, на самом деле, тарабарщины То есть, с трудом понимаешь вообще, о чём идёт речь, вообще про что поют Не знаю там никаких выражений правильных, сленгок, то есть, а пишут стихи То есть, такой, получается, такой каламбур Вот это однозначно не для меня Я такой даже с первых строчек я уже понимаю, что это всё не то Вот смысл самое главное И я очень люблю песни с историей какой-то, например Вот как вот все мои предыдущие песни, танцы, Хакинск, например, да Есть какая-то... Это баллады, смысл? Есть история, даже баллады, да Там «Подруженька», например, да «Подруженька-2» уже То есть, продолжение, есть какой-то смысл в песне То есть, даже интересно, что же будет дальше Развитие какой-то в песне, в тихах Вот, наверное, это очень важно для меня Скажи мне, в истории той музыки, которая называется «Шансон по-русски» Ты для себя видишь какие-то ориентиры в прошлых годах В тех певицах, которые пели «Городской романс» Хотя, конечно, понятно, что это не может быть то, что ты делаешь Да, в честном виде похожее Не, ну, понятно Уже прошли годы Ну, вот из певиц прошлого, кто делает такую музыку, известен У тебя есть какие-нибудь ориентиры в исполнении? Ты знаешь, у меня, на самом деле, очень большая фонотека дома Честно скажу Вот, именно в тех времен Те, действительно, исполнители, действительно, которые исполняли душой Мне очень нравится Клавдия Шульженко, честно скажу Вот, настолько, ну, не знаю, какой-то завораживающий такой вот Ее вот этот вот, не знаю, даже голос И вроде бы не скажешь, может, что там какая-то прям такая Вокалистка, да? Да, вокалистка там, да Сколько души в этом было Русланова мне очень нравится Вот, тоже очень так, ну, не знаю То есть не просто слушаешь, сидишь, что какая-то песня Бывает, аж мурашки бегут Ну, очень большое количество народа То есть артистов, которые я слушаю, которые мне нравятся Именно вот тех времен Потому что, действительно, было что послушать И, действительно, было над чем задуматься Даже над песней интересно было Как-то сейчас, к сожалению, я так вот смотрю, такая тенденция Как-то все меньше и меньше вот песен за смыслом Все какое-то такое вот Исполнение какое-то, кто-то пытается что-то там под кого-то петь Там какие-то вот эти вот, да, дубликаты появляются Это неинтересно совершенно То есть никакой индивидуальности я, например, что-то все меньше и меньше И в завершении нашего небольшого предконцертного интервью Я бы очень хотел, чтобы ты рассказала сейчас о том Вот как ты видишь работу нашей радиостанции, радиошансон Все-таки в этом году, в 2006 году Мы уже 6 лет как федеральная станция Станция, которая была построена абсолютно самостоятельно Без участия государства или каких-нибудь олигархов Станция, которая показывает ту музыку, которая до 2000 года Не звучала никогда во всероссийском эфире Станция, которая сейчас уже вещает на более чем 200 городов нашей огромной страны И вот мне интересно, как ты, как человек, который гастролирует постоянно Общается с людьми, со своей аудиторией Как ты оцениваешь то, что произошло в музыкальном мире Ну, естественно, понятно, что я не могу говорить о мире рок- или поп-музыке А в первую очередь о том мире, в котором мы с тобой работаем Я как продюсер, ты как певица После того, как мы уже почти 6 лет вышли во всероссийский музыкальный эфир То есть не только в Питере, куда ты ко мне приезжала гораздо раньше Потому что в Питере вещание этой программы было раньше В Москву мы перенесли ее только в 2000 И вот за эти годы, как ты считаешь, для твоей публики И для тебя, как для артистки, изменилось что-то к лучшему? Или вот как осталось все тогда, вот до 2000 года, так и осталось? Стало ли больше известности? Стали ли теплее залы? В конце концов, стало ли больше людей От того, что радиостанция показывает именно эту музыку в своем четком формате И не показывает музыки развлекательной, не показывает музыки рок, не показывает музыки западной Уже, в общем-то, немалое количество для музыкального рынка лет Потому что все-таки в этом году уже 6 Ты знаешь, Саша, сейчас посыпаются комплименты Вашу сторону сразу говорю, множество комплиментов На самом деле, я считаю, что ты, например, разделил просто великое дело Потому что ты же знаешь, как шансон, да? Насколько все пытаются Я не буду сейчас называть, кто именно Потому что каким-то образом зажать, не показать Это лишний раз, чтобы не услышали люди А как вот люди потянулись Ты заметил, сколько писем, сколько звонков, сколько заявок То есть это же заметно, как люди хотели этого Услышать эти свои любимые песни Которые там, ну, они, конечно, могли там купить кассету Но это же интереснее, когда это эфир Когда люди могут пообщаться с ведущими С людьми, кто это все создавал То есть вы все Я, например, громадное человеческое спасибо, честно тебе скажу Я думаю, что Питер очень счастливый город в этом отношении Что здесь есть такая радиостанция, есть такие трудоголики, как вы Понимаете, на самом деле, я вижу, как вы все работаете Это очень тяжело и очень нелегко Тем более, ты был прав, что не было Каких-то там сумасшедших спонсоров Как вот, там, ты можешь в Москву взять Сколько у нас там поддержек всяких, да И сделать своими силами И сделать так, что люди просто балдеют от этого радио, честно тебе скажу И ты прав, и концерты, во-первых И людей больше стало ходить Люди как-то более раскрепостились Сначала они как-то так, знаешь, зажаты были А сейчас они на эту тему готовы разговаривать Тему шансона, им интересно И я могу тебе сказать, что рейтинг Это я тоже так слежу Вы меня извините, конечно, не хочу обижать никого Другие радиостанции Но, я думаю, пора позадуматься Честно скажу Хорошо Спасибо тебе за эти теплые слова Естественно, что финальный вопрос Ты его, наверное, помнишь По нашим с тобой эфирам в программе «Начал я такси» Всегда Он задается всегда именно в завершении интервью Это твое пожелание И своей аудитории И аудитории радио «Шансон» По всей России Потому что этот диск будет распространяться по всей России И плюс к этому, конечно, хочу, чтобы ты особое пожелание Сказала и аудитории музыкального телевизионного канала «Мюзиквокс» Поскольку по договору с этим каналом То, что мы снимаем здесь для выпуска на Дибиди Попадает впервые, кстати, в телевизионный эфир Поэтому хотелось бы, чтобы всей вот этой большой аудитории людей Которые будут смотреть наше это короткое интервью Ты сказала свое пожелание в его завершении Ну, естественно, однозначно я хочу сказать вам всем громадное спасибо Всем тем, кто уважает, любит, слушает наше творчество Уважает нас, мы уважаем вас Спасибо за то, что нас поддерживаете Потому что, ну, без вас бы не было бы артиста Это все знают, это ни для кого не секрет Любви самое главное Мира, наверное, удачи, счастья Ну, я, я не знаю, я своими песнями могу вот донести, надеюсь, до вас То, что вот хочу донести всей душой Всем своим сердцем Вот, и я надеюсь, что вам понравятся наши съемочки, наши песни, да Вот, Сарчика Фрумин, тебе громадное спасибо за все, что ты делаешь Это гениально просто, надеюсь, что люди будут эту кассету не раз смотреть И она им будет нравиться Вот, также я, конечно, хочу большое спасибо сказать каналу Musicbox Они делают тоже великое дело Спасибо им за это, потому что шансон наконец-то будет в телевидении, да Наконец-то люди смогут смотреть и слушать свои любимые песни Также всем удачи Ну, что еще могу сказать Любви, любви, любви Всегда ваша Катя Огонек Спасибо Спасибо